21 апреля по инициативе депутата Совета муниципального образования Северский район Дениса Бирюкова в Центре развития творчества детей и юношества Станицы Северской прошел первый круглый стол по взаимодействию в рамках реализации краткосрочной программы Школы безопасности. В нем приняли участие главный государственный инспектор Северского района по пожарному надзору Мелько Джема и начальник аварийно-спасательной службы Олег Егоров, директор ЦРТДЮ Наталья Парфенюк и старший методист Центра Ольга Ровкина озвучили свои планы и основные проблемы, с которыми сталкиваются при подготовке детей к соревнованиям. В проведении соревнований Школы безопасности, здесь хотелось бы обратить внимание, что эти соревнования проводятся по таким дистанциям, как маршрут выживания поисково-спасательной работы, полоса препятствий, пожарная полоса препятствий, ну и различные другие задания. И вот, конечно же, встает всегда затруднение в том, что мы не можем качественно подготовить ребят к данным препятствиям. Поэтому мы хотим построить программу. Начальники ведомств внимательно выслушали все вопросы, внесли предложения и договорились разработать проект для подготовки детей к соревнованиям Школы выживания. Сделаем такую рабочую программу, мы в ближайшем время... И каждая структура, каждый ведомств отработает, что можно предложить, правильно? Да, и вы посмотрите, может быть, что-то убрать, что-то изменить, какие-то свои предложения, да, что-то, может быть, совершенно непополнимо, а что-то, может быть, мы, ну, просто упустили, и, как бы, оно очень важно, и нужно, и у нас есть для этого ресурсы и возможности. У нас есть ребята, которые достаточно уже обладают многими такими навыками, но им их совершенствовать нужно. И это профориентационное еще очень хорошее направление, потому что из обыка других районов многие ребята после такого взаимодействия, да, вот работы в рамках такой программы, они идут дальше работать, они находят себя, и обязательно вот какая-то доля, она определится с выбором будущей профессии. Следующая задача создать макет именно вот системы пожарной сигнализации, системы оповещения, то есть мини-макет, где будут реальные датчики, реальные приборы, то есть будет это все работать, то есть мы на макете, например, где-то в автовом зале собрались, рассказали, что это конкретно, какой прибор, что из себя представляет, и какая функция, значит, у этого прибора. Провести сработку, то есть как срабатывает пожарная сигнализация, показать. Создатели этого уникального и грандиозного проекта надеются, что он будет реализован не только в Северском районе, но и во всем Краснодарском крае. Редактор субтитров А.Семкин